Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы, я очень запутался, я люблю человека очень сильно, его во мне все устраивало, красиво ухаживал, планировал со временем жить со мной, хотел, чтобы я приехал к нему, относился ко мне с требитом, но перед Новым годом он решил пропасть. Сказал, что так будет лучше для всех и заблокировал меня. Через два месяца он снова появляется, говорит, что я чем-то зацепил его, что он спокойно и думать обо мне не может, что я его сильно возбуждаю, начинает говорить о том, что якобы ему отношения не нужны, нужно только одно, на это все я ему отказал, но он все равно приезжает ко мне спустя 10 часов дороги из другого города и привез к себе. Но не приставал. Очень рад был, что я у него дома. Но теперь он опять пропадает, спустя 3 месяца я ему написала, до этого еще как-то отвечал. В общем, не надо мне писать, у меня девушка. После этого я заблокировал его. Я устал от него, я люблю его. Он хочет сделать мне предложение, но у него страх. Просто ему отказала девушка. Помогите мне разобраться. А в чем? Вот ключевой момент здесь, в чем вам поможет, собственно, помочь разобраться. Потому что, пока что, на данный момент, я не очень, не очень, а, понимаю, того, в чем мы можем помочь вам разобраться. На мой взгляд, вас подкупило его отношение к вам. То есть, то, что он хорошо к вам относился, то, что он с трепетом к вам относился, и то, что он, судя по всему, готов был дать вам то, чего вы хотели. Вот. То есть, в данном случае, речь идет о том, что вы сами того не замечая, возможно, стали эмоционально зависеть от него. Ну вот. И, в общем и целом, вот эта эмоциональная зависимость ваша сейчас и создает такую ситуацию. То есть, это потребность в определенном состоянии. рядом с человеком. Вот. Ну, по крайней мере, так я это вижу. вот. С точки точки зрения, именно того, что, ну, с точки зрения того, что, зрения того, что вы описываете. Вот. Таким образом, я это вижу. то есть, понятно, что, как-то вот я могу ошибаться, да, понятно, что, чего-то, чего-то, чего-то я могу не знать, но, тем не менее. мне видится, что ключевой момент именно в этом. больше. Значит, постарайтесь выделить, пожалуйста, в чем именно вы запутались. то есть, ну, вот вы говорите, что запутались и хотите разобраться. А я пока что не понимаю, в чем именно вы запутались. то есть, я могу, конечно, предполагать, вот, могу, конечно, гадать, но мне бы этого не хотелось. то есть, человек обычно путается тогда, когда он, ну, сталкивается, сталкивается, с определенными, ну, претворечиями. Понимаете, да? То есть, когда, вот, у человека возникают определенные противоречия, когда у человека возникают определенные внутренние конфликты, вот, тогда возникает состояние запутанности. Поэтому хотелось бы понять, в первую очередь, вот, что, что вы подразумеваете под состоянием запутанности своей. Вот. Потому что это, ну, как мне видится, очень важный момент здесь. дальше. Вы пишите, что я люблю человека очень сильно. Давайте, вот, тут тоже посмотрим несколько. Повнимательнее. И постарайтесь, вот, как-то, может быть, немножечко раскрыть, что вы подразумеваете, что вы вкладываете в это. Вот. То есть, что вы вкладываете в то, что говорите, ну, говорить о любви. Вот. Дальше. Его во мне все устраивало, красиво ухаживал, планировал и со временем хотел жить со мной. Хотел, чтоб я переехал к нему, относился ко мне с требетом. Очень важный момент здесь заключается в том, геля, что вы обращаете внимание на то, как человек относится к вам. То есть, вы вот обращаете внимание на его к вам отношения. Вот. Но, на мой взгляд, не менее, не менее ценно то, как вы относитесь к человеку. А вот, эм, это пока непонятно. Дальше. В среднем годом он решил пропасть, сказал, что так будет случиться за век, и заблокировал меня. И как вы к этому относитесь? То есть, давайте постараемся буквально, буквально рассмотреть то, как вы к этому относитесь. Как вы это воспринимаете? Как это действие выглядит в ваших головах? Через два месяца снова появляется, говорит, что чем-то зацепило его. А вот, ээ, когда раньше он с вами общался, разве не было понятно, что зацепил? Что он спокойно не может думать обо мне, и так далее. Вот. Далее вы пишите, что нужно ему только одно. То есть, интим. На это я ему отказала. Да. Тут вы отказываете. И очень важно заметить, на что вы опираетесь. Очень важно заметить, на что вы опираетесь при отказе человеку. Да. Но он все равно приезжает ко мне спустя десять часов дороги из другого города и привез к себе, но не приставал. Вот опять же, здесь вы как будто ну перестаете себя замечать. То есть, вы вроде бы эм говорите, я ему отказал. То есть, мне это не надо. Но при этом почему-то позволяете человеку себя привезти эээ, к нему, к нему. Вот смущает то, что вы пишите, да, что привез к себе. То есть, вы как будто бы в этом не уча... не уча... не участвуете. Вот. Очень рад был, что я у него дома. А... а вы? Не знаю, замечаете вы или нет, но вы говорите только... эээ... только про него. То есть, вы говорите про то, как человек реагирует. Но не говорите про себя. Теперь он опять пропадает. Спустя три месяца я написал, я ему до этого еще как-то отвечал. То есть, он пропал, вы ему продолжали писать. Да? Эээ... после этого я его заблокировал. Из-за чего? На что вы опираетесь? Только честно. На что вы опираетесь, когда его блокируете? Я устал от него. Прекрасно вас могу понять. Только, скажите, пожалуйста. Опять же. Что вы в это вкладываете? Что вы вкладываете в то, что вы устали от него? Я люблю его. И в это то, и в это тоже. Я полагаю, что он... Именно это... Противоречие вы имеете ввиду. То есть, я тебя люблю, но я тебя устал. Так получается. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.